Я вам говорю, апостол Павел, язычникам, он обращается как к язычникам, как апостол язычникам. И не возбужу ли я ревность сродников моих по плоти, то есть евреев? И хочу вам сказать, что если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. И если же некоторые из ветвей оливы отломились, то ты, дикая маслина, привился на место их и стал общинником корня и сока маслины. Не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Видите, что корень листвол, он состоит из сухих веток, которые уже не плодоносят, но они держат новые ветки. И без старых ветвей новые невозможно. Но без новых сухой корень не будет иметь никакого значения. И скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, то есть старые ветви, привьются обратно, потому что Бог силен опять прибыти. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. То есть ведь все возможные комбинации в такой метафорической форме, как, допустим, иудеи, всегда могут принять веру в Иисуса и привиться к этой маслине и заплодоносить с точки зрения охотства Павла. И как христианство, которое не является от корня, народного имеется в виду, демографического корня, от той среды, которая была избрана израильским народом, может привиться и плодоносить на базе древнего корня. Но точно так же, как корень важен, потому что он держит новые ветви, точно так же и новые ветви важны, потому что они приносят плоды древнему корню. Очень интересная метафора, и здесь ее можно осознать, когда вы видите вот эти деревья, которые на самом деле состоят из древнего корня, который уже не живой, он сухой, но он держит молодые зеленеющие ветви. И, судя по всему, такие же древние деревья росли здесь и 2000 лет тому назад. Иисус, приходя сюда со своими учениками, приводит их после Тайной Вечери. Мы с вами побываем на месте Тайной Вечери завтра, и когда они приходят, он выбирает с собой только трех учеников, своих самых любимых. Кстати, это происходит не единственный раз. На месте преображения Господнего мы еще вспомним об этой ситуации. Он берет Петра и Анна и Якова, отдаляется с ними на расстоянии брошенного камня, затем их оставляет и удаляется один. Удаляется для чего? Для того, чтобы обратиться к Всевышнему с молитвой. И вот это вот еще один тот момент, когда проявляется его божественная природа. И я извиняюсь, человеческая именно. Потому что Бог не молится Богу, а человек молится Богу. И это может быть то место, где человеку не дано понять божественное, но мы можем понять другого человека. То есть с этой точки зрения человек может понять Иисуса, потому что он здесь проявляет человеческую природу. Та молитва, с которой он обращается к Богу Отцу, она очень короткая здесь, в Гусиманском саду. Ее называют молитвой Ачаши. Иисус говорит, Отче, позволь эту чашу пронести мимо Меня. Но затем добавляет, не как Моя воля будет, а как Твоя. То есть соглашается ее принять. С теологической точки зрения эта чаша символизирует все человеческие грехи, которые принимает на себя Иисус. И когда Он принимает эту чашу, выпивает ее, Ему одно-единственный путь остается заплатить за эти человеческие грехи смертью на Голгофе. И в принципе его духовные страдания начинаются отсюда. Очень интересный интерьер, очень интересно, в общем-то, выполнена эта церковь. Это проект того же самого архитектора Антонио Барлуцци, итальянского, про которого я уже упоминал в Доминус Флемет, вот в этой капелле Плач Господа. И каждый его проект он выполнен в таком стиле, который отражает происходившее здесь событие. То есть видите, что внутри такая достаточно давящая темная атмосфера, той самой агонии, в которой находится Иисус, когда Он молится Ачаш. И можно различить стилизированные вот здесь вот на входе ветви, коряжистые ветви оливкового дерева. Я хочу обратить Ваше внимание еще на один очень важный символ, который наверняка Вам уже встречался. Это вот этот вот крест. Видите его? No problem. Вы видите, что этот крест немножко необычный. Это как бы пяти крести. Есть один большой крест и четыре маленьких креста. У этого креста очень интересная история. Сегодня он является символом и логотипом францисканского моря. Я уверен, что, будучи родом из католической страны, Вы знакомы с францисканским морем. Центральный крест символизирует распятие. И четыре раны, которые были нанесены Иисусу. Две на руках и две на ногах. Вы знаете, что наверняка есть различие между распятием католическим, как оно представлено в католической церкви, и православным. Католическое распятие – там две ноги, которые пригвождены двумя гвоздями. В ортодоксальной православной традиции они наложены друг на друга, и там один гвоздь. Так что вот этот вот символ, древний символ иерусалимского паломника, он показывает, в общем-то, и отображает распятие. Многие говорят, что он символизирует Иерусалим, мира, потому что четыре добавочные креста, они символизируют четыре стороны света и Иерусалим в центре. Возможно, именно так он появился. Кстати, этот крест нашивали на свою одежду первые паломники, которые совершали восхождение в Иерусалим. И тогда это традиция, которая возникает именно в Европе, то есть в латинском христианстве. Но их еще называют и ворота Святого Стефана, потому что там вот внизу находится церковь Святого Стефана. Они прилегают к храмовой горе. Комплекс храмовой горы начинается вот с того угла, который вы видите там колючую проволоку, верно? Видите ее над стеной? Там начинается храмовая гора, тот самый, скажем, прямоугольник, который сегодня засажен зеленью, и посередине которого возвышается золотой купол. А серый купол находится на дальнем краю храмовой горы от нас, потому что мы сейчас стоим перед воротами Святого Стефана или перед львиными воротами. И вот здесь вот во времена Иисуса находился храм. То есть в центре этой горы стоял тот самый храм, где пребывало божественное присутствие. Дело в том, что нынешний старый город, он находится под, не то что под контролем, он находится под юрисдикцией Израиля, но он разделен на четыре квартала. Разделение это сложилось топографически еще с римских времен, когда римляне на месте разрушенного Иерусалима построили свой город, назвали его Элия Капитолина. Как в любом римском городе были две центральные улицы. Одна строго с севера на юг, вторая строго с запада на восток. И вот такое отделение сохранилось по сегодняшний день на четыре квартала. И вот этот вот квартал, который включает в себя всю верхнюю территорию храмовой горы, как вы думаете, кем он заселен? Если мы говорим о Иерусалиме как о центре для трех религий, у нас есть три варианта. И так как это храмовая гора со всеми мусульманскими святынями, то совершенно верно здесь живут мусульмане. И мы, заходя через львиные ворота, попадаем на территорию мусульманского квартала. Квартал, который прилегает дальше к мусульманскому, является кварталом христианским. Здесь есть еще один маленький квартал, который прилегает к западной стене. И это, соответственно, квартал еврейский. Западная стена, стена плача является главной еврейской святыней. И есть еще квартал армянский. Вот армянский квартал, то есть мусульманский, еврейский, христианский, понятно. Но почему именно армянский? Армяне вроде тоже христиане, могли бы уместиться в христианском квартале, но у них есть отдельный свой. Дело в том, что армяне являются первой в мире нацией, которая принимает христианство. Так вот, после сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее, то есть в свежую воду, кто первый входил в нее по возмущению, тот выздоравливал, какой бы неодержим был болезнью. И тут был некий человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, жалился и увидел, что он лежит долгое время, и говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель свою и ходи». И он-то час выздоровел и взял постель свою и пошел. Случилось это где-то вот возле того бассейна, останки которого я вам сейчас хочу показать. Объяснить, что же здесь видно. Во-первых, это еще, наверное, один такой замечательный пример того, что археология, она очень трудно, опять-таки, воспринимаема для непривычного, может быть, дилетантского взгляда. Так как нагромождение камней, получается, где же здесь бассейн, что же это за купель, где происходили те события, описания которых мы только прочитали в Евангелии. Поможет нам вот та схематическая карта на красном фоне, которая прямо перед вами, передо мной. Посмотрите сначала на тот рисуночек, который вот прямо-прямо возле меня. Вы видите, здесь показаны два бассейна. Это, в принципе, были два водосборника, которым подводили канальчики небольшие, собирающие воду со всех крыш, со всех улиц окрестных домов окрестного района Иерусалима и наполняли два этих бассейна. Один из них назывался Северным, второй назывался Южным. Сегодня мы с вами стоим, давайте перебросимся на последнюю картинку, и мы видим только вот эту вот часть, раскопанную от Южного бассейна. Мы сейчас находимся вот возле этого угла. То есть этот угол, если я вернусь к оригинальной картинке, располагается где-то вот здесь. И то большое, ну, скажем, яма, которая разверзлась перед нами, это и есть полость вот того гигантского бассейна, который был водосборником. Но вы понимаете, что он не весь раскопан. В языке написано, что на этом месте выдает Пилат Иисуса на избиение, на обичевание. То есть именно здесь находится самое начало Виадоля Россы, и вот эта вот станция, она называется первой станцией. В процессе Виадоля Россы, то есть на всем участке отсюда и до Голгофы, существует 14 станций. Каждая из них увековечивает какое-то событие. Здесь, на этом месте, которое существовало где-то вот там, вот внизу под нами когда-то, Понти Пилат, умывая руки, выдает Иисуса на растерзание толпе и солдатам. И солдаты берут его, накладывают на него крест и, издеваясь над ним, накладывают на него терновое вино. Так вот, на территории небольшого францисканского подворья, которое находится здесь внутри, расположены две церкви. С левой стороны церковь наложения креста, так и называется, а с правой стороны церковь бичевания. И остался вот этот вот камень, который по преданию с древних именов здесь находится, на него рукой опирается Иисус, когда с него перекладывают крест на Симеона Кориньянина. Поэтому можно до него тоже дотронуться и следовать уже дальше вверх до шестой. К шестой станции, и вы видите отметку номер шесть на точно такой же металлическом указателе. Эта станция называется станцией Вероники. И это не евангельская станция. Дело в том, что часть событий, которые увековечивают станции Биадаляроса, они упоминаются в Евангелии. А есть и такие события, которые возникают как более поздняя традиция. И считается, что на этом месте девушка по имени Вероника подошла к Иисусу и отерла его лицо своим платком. На этом платке остался истинный облик Иисуса. И очень часто вот это вот событие, еще и сам этот платок Вероники, путают с Туринской плащаницей. Именно здесь находилась та могила, которую даровал. Для погребения тела Иисуса Иосифа Римофей. То есть два этих места. И место распятия, то есть смерти Иисуса, где заканчивается его человеческая природа. И место погребения, а более важно воскресение. Потому что именно из этой гробницы он воскресает через три дня. Они сегодня находятся под сводами одного и того же храмового комплекса. Купола которого, помните, два серых купола. Один большой, прикрытый, чуть-чуть маленький. Мы видели издалека. Отсюда вы их не увидите, но они располагаются вот там вот вверху, этого гигантского храмового комплекса. Когда первые византийцы приходят сюда вот на эту вот топографию, для того, чтобы построить церковь, они разрушают оригинальную топографию, оригинальную линию ландшафта. Не обязательно всматриваться в эту схему строительную, как это все происходит, но я вам покажу то, что возникает на этом месте после строительства. Они строят церковь над Голгофой в форме базилики и небольшой мавзолей, который стоит на открытом дворике. Впоследствии этот дворик покрывается большим куполом, который называется ротондой. И весь вот этот вот храмовый комплекс, состоящий из церкви Голгофы и ротонды над мавзолеем, над местом погребения, что есть и воскресенье, место воскресенья, он был разрушен мусульманами. И только в 12 веке новой эры, в 1149 году, была построена та церковь, перед которой вы сейчас стоите. Ее здесь осветили крестоносцы на 50-летие своего пребывания в Святой Земле. Произошло это во время царствования крестоносской царицы Мелисандры. Именно по ее инициативе был закончен проект именно к 50-летию крестоносского пребывания в Святой Земле. И так как к этому месту стремились представители и латинской, то есть западной церкви, и восточной, византийской, и затем ортодоксальной церкви, то постоянно за него шли, ну если не сказать войны, то как минимум конфликты. И вот эти вот конфликты перевели в конечном итоге к окончательному подписанию соглашений, которые вошли в историю под названием соглашения статус-кво. Они были подписаны в 1856 году, и всю территорию вот этого вот храмового комплекса по этим соглашениям разделили между восьмью конфессиями. Вначале их было восемь, сегодня их осталось всего лишь шесть.